Всем привет! В прошлом выпуске мы говорили о пользе воды натощак. Сегодня мы говорим о норме воды в сутки. Правильный питьевой режим обеспечит нормальный водно-солевой баланс и создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма. То есть важно не только пить воду, а также важен режим питья воды. Баланс воды, в свою очередь, подразумевает, что в организм человека в процессе жизнедеятельности будет поступать и расходоваться одинаковое количество воды. Если мы нарушаем этот баланс, это повлечет за собой изменения вплоть до серьезных нарушений процесса жизнедеятельности. При недостаточном поступлении в организм воды падает весь тело, увеличивается вязкость крови, при этом нарушается снабжение тканей кислородом и энергией и, как следствие, повышается температура тела, учащаются пульсы дыхания, возникают чувства жажды и тошнота, падает работоспособность. А при излишнем питье ухудшается пищеварение и возникает дополнительная нагрузка на сердце. Организм стремится компенсировать количество поступающей воды за счет большего потоотделения, что резко увеличивает нагрузку на почки. При этом с потом и через почки более интенсивно выводятся ценные минеральные вещества, например, соль. Даже кратковременная перегрузка водой может привести к быстрой утомляемости мышц и даже может стать причиной судорог. Суточная потребность в воде у взрослого человека равна 30-40 грамм на килограмм веса. В среднем принято считать, что человек должен потреблять примерно 2,5 литра воды. Именно столько выводится воды из организма. Но если вы не пили до сегодняшнего дня свою норму, то завтра ни в коем случае нельзя резко начинать много пить. Резкое увеличение потребляемой жидкости может привести к гидроинтоксикации. Я рекомендую вначале записать по факту, сколько вы пьете воды за день и постепенно увеличивать 1-2 стакана в неделю и привыкать пить больше. Пейте воду и будьте здоровы! В эфире была Светлана Никитчук. Всем пока!